Посмотрите, пожалуйста, на прелестный откат и сглаживание углов ватника Романова. Далее ссылка на канал Алексея Романова. И что я вижу, интересное сообщение. Алексей Романов переехал в Россию. Название этого видео «Переехал в Россию» соответствует действительности. Ваш покорный слуга Алексей Романов, автор канала Романов, со своей семьей перебрался в Россию. Три года назад мы уехали из России в Грузию, потому что атмосфера в нашей стране стала для нас уж как-то совершенно невыносима. И вот спустя три года возвращаемся. Почему? Ну, во-первых, наши нервы, видимо, стали покрепче. Во-вторых, изменилась атмосфера, ну, о чем чуть позже подробнее. Погучая, погучая, нигде не победа! И серьезно! Поддерживаем! Самая, другая, ты самая любимая! Спасибо! Прочитаем несколько комментариев. Не только меня это поразило, но и большинство присутствующих, по крайней мере, в этой теме. Самоубийство я, конечно, от вас, Алексей, не ожидал. Ну, вы и мазохист, Алеша. Просто членовредитель. Как раз сегодня мусорня в Питере пиздили людей нашествия. Поздравляю с приездом в Сарню. Вы приятный человек, мне нравится ваша позиция, но я не верю, что вы раскрыли все причины переезда. Вы вправе их не раскрывать, но в этом случае нужно сказать, что были еще дополнительные причины. В те, что вы сказали в видео, я не верю. Но это мое субъективное мнение. Ну и так далее. Если вдруг кто-то не в курсе, и вы еще не знаете об этом канале, был такой журналист Алексей Романов, который во всеуслышание объявил о том, что покидает Россию, потому что не та атмосфера, потому что не нравится ему режим, потому что он не согласен с тем, что происходит в России. И, конечно же, находиться и больше оставаться в этой стране он не может. Вывозит свою семью в Грузию. Сначала какое-то время было непонятно, ни то в Грузии, ни то в Армении. И вот на теме, когда он освещал, например, армянские протесты, и поднялся этот канал. Я хорошо помню, как число подписчиков увеличивалось с каждым днем. Я сам наблюдал за каналом Романова неполные два года, абсолютно точно. И в последнее время стало что-то происходить. Как говорят некоторые этим дурацким сленгом, как-то стало от канала попахил. Те, которые относят себя к замечательным 14%, часто бывают гораздо более глупы, агрессивны, нечестны, чем те, кого они же пренебрежительно до сих пор называли. И называют иногда еще ваку. Последнее, что я говорил о канале, это когда меня поразило, что вроде бы оппозиционный журналист Романов стал активно защищать Шария. Необоснованно, натянуто. Это было заметно, но он изо всех сил защищал этого кремлевского подонка. И тут возник вопрос, что же так? Алексей Романов потерял ориентиры, либо он ослеп неожиданно? А далее, посмотрев еще пару роликов, я вдруг увидел, что риторика-то у него уже давно изменилась. Нет уже того боевого задора, уверенности в себе. Появились какие-то нотки, говорящие о том, дескать, не все так плохо в России. И вообще-то хорошая эта страна, да и русский народ, знаете ли, заблудился, Россия будет свободной и тому подобное. Хотя буквально до этого им же брошенный лозунг звучал «Карфаген будет разрушен», а через полгода уже «Россия будет свободной». В общем-то, я не хочу обсуждать личные качества Романова, я только жалею о том, что я перечислил его когда-то в числе тех, кто якобы за идею, те, кто не просят донаты и не собирают подать из населения. Оказалось, я ошибся в очередной раз, собирает еще как, вернее, начал. Правда, кто как это предоставляет. Одному хочется машину, а другого жена ушла, третий на квартиру, четвертый на Мальдивы, а этот чуть хитрее, на командировке. Дескать, его творческие планы должны непосредственно касаться вашего кошелька. Но в этой теме я хочу поговорить не о блогере Романове, который, к сожалению, видимо, не знает историю другого, когда-то известного блогера Арслана Н., который, переобувшись на лету в сальто, предполагал, что число подписчиков не изменится, что есть какое-то ядро, которое будет поддерживать его в любом полете. Но оказалось не так. Где этот блогер, где его блог? Как говорится, и следы уже ветром сдуло. Таких людей, кто резко меняет позицию, правого лагеря переходит в левый, из консерваторов становится радикалом, такие люди долго не держатся. Особенно сейчас, во времена Ютуб, совершать такие проступки ни в коем случае нельзя. Но, как говорится, поживем-увидим. Дай бог Романову на своей новой старой приобретенной родине, конечно же, успехов. Не знаю, может быть, устали люди от официоза. А может быть, и в целом в России все не так плохо, как мы привыкли считать. А может быть, мы все-таки... Это поверхностные и наверняка неверные выводы. Но может быть, мы все-таки как-то потихоньку приходим в себя. Может быть, Россия уже не одурела, а Россия уже, ну, как сказать, почти очнулась, начала отчевываться. В этом же ролике я хотел бы поговорить об эмиграции в целом. Предположим, что Романов был на самом деле эмигрантом и хотел зацепиться в новой стране, но по каким-то причинам не смог. Какие же это причины, которые людей вдруг толкают вернуться на свою покинутую родину, в которую они еще и при этом успели уже пару раз плюнуть? Я думаю, что причин обычно три. Эти три причины я здесь озвучу. Но хочу вам сказать, что на самом деле, и это не моя статистика, а существующая статистика, возвращающихся крайне мало. Потому что в наше время, как бы, люди, решаясь на такую вещь, как эмиграция, стараются продумать все, зачастую продают квартиры, дома и уезжают, сжигая мосты. Эти поступают правильнее всего. Потому что на новом месте 100% будет трудно, и необходимо преодолевать то, что перед вами будет стоять, а не думать постоянно, что у вас в случае чего есть запасной вариант назад. Поэтому те, кто пытаются сидеть на двух стульях, оставляют квартиру, которую они потом когда-нибудь продадут, какие-то незавершенные дела, и эти люди, как правило, возвращаются. Вот в основном, как я смотрю, люди все-таки возвращаются по каким-то личным причинам. Развод, свадьба, болезнь родителей. Но есть еще три очень важные причины, которые могут толкнуть человека на возвращение. И во всех трех причинах сам человек виноват. То есть не страна, не неудачная эмиграция, или вообще сама идея изначально неправильна, а ошибки человека. Первое. Если вы собираетесь эмигрировать, вам нужно понять, что вы не перепрыгнете такой барьер, как язык. Заблуждение русских, и это колоссальное заблуждение, заключается в том, что они думают, что они в течение нескольких месяцев, ну, может быть, годика, потянут язык, и все будет нормально. Мне очень многие пишут, помогите мне устроиться в Германии, немецкий никогда не учил, или когда-то учил в школе, но я поднапрягусь, усядусь, и, конечно же, за два-три месяца этот язык освою. Для того, чтобы освоить язык другой страны, и это я сейчас не преувеличиваю, необходимо 7-10 лет изучения. Посмотрите на институты иностранных языков, там, где студенты изучают иностранные языки 5 дней в неделю по 8 часов. И это называется такой спринтерский способ изучения языка, то есть самый интенсивный. И все равно, господа, не меньше 5 лет. А если вы не студенты, не можете посвятить изучению языка 8 часов в день, то этот процесс у вас продлится на еще больше. Повторяю, приблизительно на 10 лет. Опять же, нужно понимать, что я понимаю под владением языком эту возможность разговаривать на любые темы, понимать полностью 100%, что вам говорят, писать, отвечать, вести любую беседу. Вот это я называю владение языком. Если же вы можете поздороваться, попрощаться, попросить прощения, это, извините, не владение, это самые азы. И так, возможно, Алексей Романов и подобные ему, переместившиеся в Грузию, не подрасчитали, что это очень древняя культура, где, извините, шрифт выглядит вот таким образом. Язык достаточно сложный и на изучение языка нужно потратить очень много времени. А амбиции, как правило, рассыпаются в течение первого полгода, когда становится понятно, что вот так просто иностранный язык в голову не залетит. Вторая ошибка, которую часто совершают такие горе-иммигранты, это те, кто не готовы работать. Понимаете, очень многие с русскими амбициями переезжают профессора, учителя, некие журналисты, считающие себя талантливыми людьми. И почему-то думают, что в новой стране они найдут что-то подобное, опять же, не владея языком, но все равно кто-то должен их разглядеть, помочь, или им улыбнется удача. Они изначально не готовы, грубо говоря, носить почту, мыть машины, работать в каком-нибудь сраном Макдональдсе. Нет, они к этому не готовы. И когда они попадают в число таких же иммигрантов, то есть им открывается только исключительно сфера обслуживания или какая-то работа, которую местные делать не хотят, то тут, понимаете, происходит внутренняя борьба. А должен ли я следующие пять лет мыть машины? Ведь я такой талантливый. Я был когда-то учителем, был каким-то начальником, а я вот бухгалтером сидела в кабинете, а мне теперь что, сиделкой что ли? Вот этот переход очень часто ломает людей. Не до всех доходит, что это состояние временное. И по мере изучения языка вы внутри страны сможете поменять свою профессию на более квалифицированную. Но опять же, этот период нужно пережить. К такой работе нужно быть готовым. Ну и третий, что я понял, вскользь указывает Романов, что у него какие-то проблемы с паспортом. Дескать, 45 лет. Если не приехать, паспорт не продлить, потеряю я российскую паспортину. Вот и какая важная вещь. Я помню, что в свое время, когда я отказывался от гражданства, я с огромным удовольствием, с чувством облегчения освободился от российского паспорта. Мне его можно было отдать где-нибудь в посольстве, а я взял, просто засунул в конверт, отослал его назад своей матери, а на это письмо так и не получила. То есть, паспорт где-то затерялся в российской почте. Может быть, кто-то его еще использовал. Да и плевать. Так вот вопрос. Неужели 45-летний Романов, седой человек, уезжая в Россию, не знал, что в ближайшие годы у него начнутся проблемы с этим документом? И не спросил самого себя, а нужно ли ему российское гражданство? То есть, я хочу сказать, если вы вдруг решаетесь на эмиграцию, уезжаете куда-нибудь далеко, в Соединенные Штаты, в Южную Америку, подумайте заранее, хотите ли вы в случае чего возвращаться на продление паспорта, может быть, лучше сразу оформить документы. Я хочу сказать, что если вы эмигрируете, вам придется первое время все равно заниматься бумажками. Это ужасно, это раздражает, но это то, что придется пройти. Сейчас бюрократия есть во всех странах, ее можно найти и в Монголии, и в Африке, и особенно в Европе. И поэтому, хотите вы или нет, но с бумажками первые два года придется носиться. Нужно попытаться настроить себя, относиться к этому спокойнее. Ну и в конце, что касается конкретно Романова. В самом конце ролика он показывает своего сына. Я вот думаю, что вот это возвращение со временем не простит ему именно он. Почему? Потому что дети часто бывают самым главным мотиватором для того, чтобы бороться, оставаться в новой стране. Да, папе было бы трудно, маме, наверное, тоже, но если они совместно готовы были пройти эту дорогу, то вот этому мальчику, неважно, где бы они жили, в Латвии, в Литве, в Грузии, было бы уже проще. Он бы через 5-6 лет чувствовал себя грузином, армянином, литовцем, немцем, французом, неважно, куда бы он ни поехал. И для него старт в новой стране был бы уже облегчен. А здесь папа дал дёру назад, вернул сына в депримированную страну, где нет вообще ни малейшей перспективы. И сам Романов ещё недавно всем говорил об этом, что так оно и есть. Он-то, может быть, и верит по-стариковски в некую свободную Россию, которой не будет никогда, но что будет с этим парнем, которому предстоит служить в волшебной российской армии, столкнуться со всеми несправедливостями, и у которого, к сожалению, больше нет надежды на счастливое будущее, потому что эта страна, это будущее ему не гарантирует. Любая другая, повторяю, любая другая страна сейчас в окружении России гарантирует больше перспектив, чем сама Россия. Переходный период неизбежен, возможно, развал страны неизбежен, и людям предстоит пережить серьезнейшее время, колоссальные потрясения и лишения. Я думаю, что еще из России потянутся тысячи беженцев в сторону Польши, Украины, Европы, Казахстана во все любые, лишь бы только не оставаться на этой территории. Принимая решение уезжать из страны, если у вас есть дети, то думайте прежде всего о их будущем, потому что всегда иммигрант в первом поколении это ступень для следующего поколения. Вам вряд ли удастся чего-то очень сильно добиться, кроме как создать хорошую базу для своих детей. А если, не дай бог, вы решили вернуться, опять же, подумайте о своих детях. Куда? Во что вы их возвращаете? На что вы готовы обрекать их существованием в этой стране? Не проще ли чуть больше поработать, поднапрячься с языком и решить свои бумажные дела, чем возвращать детей в то место, откуда вы только буквально недавно бежали сами. До сих пор. Продолжение следует...